Всем огромный привет, мои любимые девочки, кто решил заглянуть ко мне на канал. Сегодня я вам расскажу про первый свой заказик Фаберлик уже в 2023 году. Был он еще по 19 каталогу, пришел ко мне довольно быстро, за 3 дня. Только вот я его сделала, по-моему, 3-го числа и вот 6-го он ко мне уже пришел. Итак, сейчас я вам покажу, что заказала. Здесь было кое-что из новиночек и, как обычно, из полезностей. А то, без чего я не представляю свою жизнь Фаберлика. Это, конечно же, долго сваливаться не буду. Очередной порошок. Порошок раз. Порошок два. Два порошка взяла. Всегда беру стандартный вот этот вот для цветного белья. И какой-нибудь из голубых. В этот раз взяла альпийские луга. Люблю их всех. Они концентрированные, хорошо отстирывают. И мне очень нравятся. А также я очень полюбила вот это вот моющее средство для полов и стен. Я добавляю его и в моющий пылесос, и в ведро, когда омою полы в квартире. Это у нас средство без следов и запахов, легкое очищение. Он идет вообще от запаха животных. Но я не только из-за этого использую. Мне нравится очень аромат лаванды. Я вообще люблю аромат лаванды в уходовых средствах. И здесь действительно это средство пахнет лавандой. Такой приятный тонкий аромат во всей квартире. Потом разносится аромат чистоты, аромат лаванды. И само по себе средство хорошо отстирывает. Ну и можно мыть и стены. Стены я не пробовала. Но вот как для того, чтобы использовать для полов, мне понравилось очень средство это. Очень приятный такой ненавязчивый тонкий аромат. Для тех, кто любит какие-то аромат лаванды, то, конечно, могу посоветовать. Я слышала хорошие отзывы вот на вот эти влажно-чищающие салфетки. Что они очищают любые пятна. Даже лучше тех, которые используются просто для пятен. Они тоже имеют аромат лаванды. И здесь идет моментальное очищение. Дом без запаха животных. Аромат полезный для питомца. То есть, как раз для того, чтобы использовать тех, у кого есть животные. Ну и я его взяла для того, чтобы какие-то пятна на одежде, например, на буховике от тональника, например, отмывать. Ну и всякие другие пятна. Салфетки влажно-чищающие должны быть всегда в доме. Вот, поэтому решила попробовать. Так как слышала хорошие отзывы. Так, пришла пора обновить субные щетки. Я повторила опять те, которые есть в Фаберлик. Мне нравятся эти щетки. Мы их берем довольно часто. Это такая вот белая субная щетка для дочки угольное напыление. Также для мужа взяла зеленую стандартную. И для себя опять сиреневую. У меня такая сейчас есть. Выкинуть и заменить новыми. Хорошие средства. Щетки. У них идет действительно угольное напыление. И у них имеются силиконовые элементы по краям для массажа дьоси. Но они постепенно отлетают. Когда чистишь. Не особо замечаю, что вы не что-то бассировали. Вот. И у них удобная ручка. Эргономическая. Вся с этими, с исключающими покрытиями. В общем, хорошие щетки. Мне они нравятся. Поэтому постоянно повторяю. Так. Повторила также салфетку универсальную из микрофибры. Вот такую вот розовую. У меня такая сейчас есть. Но ее нужно обновить. Она хорошая по размеру. И она действительно имеет качественную микрофибру. Которая хорошо впитывает влагу. Очищает и полирует без разводов и ворсинок. И подходит для любых поверхностей. Легко удаляет пыль. Вот. Вот такая вот она стандартного размера. Хорошая тряпочка. И в хозяйстве тоже всегда нужна. И там была акция. Если берешь две тряпочки какие-то, то получается намного выгоднее. Поэтому я взяла вторую. Это салфетка-губка двусторонняя. Вот такая вот. Тоже ее пора обновить. Давно у нас такая есть. Она действительно идет одна такая как губчатая. И другая более ворсинистая. Вот. И она подходит для многих поверхностей. Я ею протираю поверхность на кухне, когда мою. Также для того, чтобы мыть плитку. Она хорошо подходит очень. Потеряла у нее 100%, 90% полиэстер и 10% полиамид. И размер удобный. 13 на 10. В общем, хорошая стандартная такая губка. Пригодится также в хозяйстве. Так. Повторила в очередной раз влажную туалетную бумагу. Я брала в этот раз подружки. Мне она меньше понравилась. Это все-таки больше, более приятная к телу, так скажем. И она, ну в общем, пропитана лучше. В общем, хорошая туалетная бумага. Мне она очень нравится. И без нее теперь я не представляю свою жизнь. Это так оказалось комфортно и удобно. Буду брать ее постоянно. Также взяла, мне нужен был для сына шарф какой-то. Она шла, это правда написано в девочке. Шарф для девочки серый. 100% акрил, 165 на 25. Кстати, я правда думала, что он будет поменьше. У меня сын не любит большие шарфы. Но он оказался довольно большой. Вот такой вот. Но он действительно серого цвета. По краям здесь вот такие вот штучки. И сам по себе он хоть и акриловый, но приятный к телу. Не электрализуется, не стреляет, так скажем. Вот. Ну и довольно хорошо будет. Сейчас у нас как раз начались сильные морозы. Он как раз пришел очень-очень в тему. Так что будет носить. Вот такой вот хороший шарфик. Действительно теплый, хороший. Вот. Так что будет очень-очень нужен как раз. Так. Я с огромным удовольствием пользуюсь сейчас кремом куркума. У меня вот такой вот ночной крем. Вот. Который мне очень понравился. Он, во-первых, приятно пахнет. Хорошо увлажняет кожу. И он подходит для возрастной кожи, потому что убирает гигантные пятна. Мне это очень актуально. Вот так вот уже у меня уже израсходовано. Пахнет он, кстати, очень так ненавязчиво. И имеет хорошую текстуру. Вот. Как раз то, что я люблю. И я решила взять еще такой дневной. Он идет, кстати, с SPF 15. И здесь активные компоненты куркумы, которые буквально стирают признаки старения. Это, конечно, маловероятно. Но, в принципе, будем надеяться, если комплексно использовать, то будет лучший эффект. Также он идет в возрастную профилактику, в возрастную пигментацию. Следующее действие. Питает, увлажняет. Это очень хороший крем. Здесь идет защитная такая вот крышечка. И по текстуре мне показались они совершенно идентичные. Очень хороший такой кремушек. Приятно пахнет. Такой приятный аромат у него. И я с огромным удовольствием буду им пользоваться. Мне кажется, в комплекте они должны работать еще лучше. Он, кстати, по цвету немножко светлее, чем ночной крем. Поэтому не запутаешься. В общем, хорошая серия. И я рада, что она появилась в Фаберлик. И вообще давно слышала про полезные свойства куркумы. И как раз это будет то, что нужно. Вот. И также взяла масочки. Вот такие вот. Очень люблю эти маски. Они хорошие поликалы, в отличие от предыдущих. И тут вот такая вот новинка. Это у нас тонизирующие с витамином С. Взяла две масочки. Такие вот ярко-оранжевые. И взяла с ретинолом. У меня такая была обновляющая маска. И взяла еще две. С ретинолом. Это как нельзя кстати. Это активная форма витамина А. Настоящий суперконцентрат. В общем, хорошие масочки. Мне они нравятся. С огромным удовольствием буду ими пользоваться. И появилось у меня две новые туалетные водички. Это вот такая вот новинка. Queen Ship. Absolute She. И Femme Power Man. Вот такие вот красивые. У них очень такое симпатичное оформление. Даже не похоже, что это Faberlic. Такое, как люксовое, я бы сказала, оформление. Вот. Сначала расскажу про вот эту. Queen Ship. Мне она показалась похожа уже. Ну, как, так скажем, не новинка. Похожий аромат и Рената. Красная была у Faberlic. И похожа она на какой-то восточный аромат. Вот из этих трех восточных. На Жоржи Армани Си красный, который тоже мне показалось. Очень такой похожий аромат. Действительно, да. Понравится тем, кто любит такие. Тово-ориентальный аромат. Понравится тем, кто любит яркие восточные ароматы. Здесь ярко, отчетливо слышатся какие-то красные ягоды. Роза. В шлейфе тут идет почули, мускус. Такой мускусно-розовый аромат. Ягодный. Шлейфовый довольно. Ну, стойкость у него средняя, я бы сказала. Ну, где-то часа два я на себе их слышу. Не больше. То есть, все-таки есть отличия от более люксовых ароматов. Хотя стоит он не совсем бюджетно. 1439 рублей по цене консультанта. Но в целом приятный, да. И второй аромат, который фиолетовый, он мне понравился несколько больше. Во-первых, он не так похож на какой-либо из ароматов, которые уже были у Фаберлик. Это уже цветочно-фруктовый аромат. Он больше, более легкий. Сейчас я его обновлю. Я здесь отчетливо слышу какие-то малиновые, цитрусовые нотки грибфрута. Поначалу, когда только распыляешь его на себе. И отчетливо также слышны здесь нотки черной смородины. Особенно вот этих листиков. Когда черная смородина, я люблю очень аромат черной смородины. И листиков особенной. В шлейфе здесь чувствуются какие-то кедрово-мускусные нотки тоже. Вот этот аромат мне больше понравился. Особенно из-за того, что здесь чувствуется малинка и смородинка. Хороший будет на весну. И он... Тоже стойкость у него где-то 2 часа. Вот этот аромат мне понравился больше, да. Ой, приятный, очень приятный аромат. Поэтому вот этот, особенно фиолетовый, могу посоветовать. Он понравится тем, кто любит такие смородиново-малиновые нотки. И он, к тому же, аромат не похожий ни на какие другие. И мне показался, могу его посоветовать тоже. Вот такой вот у меня получился в этот раз заказик с Фаберлик. Все нужное. Новиночки интересные вышли. Обязательно напишите то, что было у вас. Какое у вас мнение об этом. Очень жду ваши комментарии, лайки. Увидимся в следующих видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok